МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня и накануне вы посетили, проинспектировали целый ряд нижегородских предприятий оборонного комплекса. В недавние времена предприятия ОПК испытывали хронические проблемы с получением госзаказа, а после его выполнения еще более серьезные проблемы с получением денег за выполненную работу. Можно ли сказать, что эти времена уже в прошлом, и нижегородская оборонка сегодня живет по другим законам? Она живет по тем же законам, по которым живет вся страна. И вся оборонка. Вся страна, поэтому ничего здесь нового нет, за исключением того, что, конечно, определенный порядок в выполнении и реализации государственной программы вооружения наведен. Во-первых, сегодня существует как минимум трехлетнее планирование выполнения заказов по государственной программе вооружения. И многие наши предприятия уже знают свою загрузку на долгие годы. Сейчас я был на заводе «Буревестник», они загрузку свою видят до 2017 года включить. На пять лет практически вперед. В целом перспективы по всем предприятиям, и по полету, и по НИРТу, где я сегодня был. Очевидно совершенно, что будут делать. Но у некоторых есть контракты, а у некоторых еще нет контрактов. Поэтому все это идет сейчас в определенном процессе, отрабатывается. Мы, естественно, координируем вместе с Министерством обороны, есть совместная рабочая группа, этот процесс. Меня радует то, что предприятия ожили. Предприятия ведут очень большую работу по модернизации техническому переоружению производства, внедрению новых технологий. Предприятия имеют сегодня хорошую заработную плату, своевременно ее выплачивают. Кто-то по-прежнему имеет необходимость брать кредиты для того, чтобы выполнять заказы. И это несколько снижает прибыльность предприятий. В целом неплохие темпы роста предусматриваются. От 13 до 35% ежегодно. Если говорить о результатах работы в целом по оборонному комплексу, то мы в 2011 году имели темп роста 5,6%. В 2012 мы закончили с темпом чуть более 10%. И вообще оборонный заказ в своем абсолютном выражении превысил докризисный уровень 2008 года уже в полтора раза. У нас, на мой взгляд, сейчас достигнута неплохая пропорция между государственным заказом на предприятиях ОПК и заказами, которые они выполняют в инициативном порядке, как для оборонных предприятий, так и для гражданских целей. 60% это оборонный заказ, и 40% это уже заказы, которые выполняются на страну, как они говорят. Это хорошая тенденция, потому что она защищает от возможных вот таких колизий, которые возникают с контрактацией. Есть еще на ряде предприятий долги, которые надо будет еще выбивать. Но я думаю, что новое руководство Министерства обороны и новый стиль, который там очевиден совершенно, потому что мы работали с Сергеем Кужгетшим в Шойгу по МЧС, и он очень много внимания выделял как раз материально-техническому обеспечению, созданию новых образцов техники, современных, в частности, много. Такой техники выпускалось в нашей Межгородской области, и мы с ним здесь встречались, устраивали ему и выставки, показы, и много техники потом МЧС брало на испытания с тем, чтобы доработать и сделать технику наиболее ремонтно-пригодной, наиболее оптимальной для такой долгой и надежной службы. Но я думаю, что с Министерством обороны то же самое сейчас будет, и нас радует, что будет акцент все-таки на отечественные виды техники, современной. Это тоже принципиально, конечно. И что у предприятий будет прибыль для того, чтобы проводить новые научно-сельские разработки, окровские работы и создавать новые образцы современной военной техники, которая бы и укрепляла оборонную мощь, и в то же время способствовала облегчению самой службы и созданию как можно более прогрессивных мест для тех людей, которые обслуживают эту технику. Хорошо, понятно. У нас есть первый звонок. Давайте послушаем телезрителя. Вечер добрый. Добрый вечер. Жительница поселка Решетих, Екатерина Николаевна. В квартирах поселка температура воздуха 16 градусов. В администрации и управляющей компанией Ваш дом никаких действий на это не предпринимает. Возьмите под свой контроль ситуацию. Спасибо. Решетих, Володарский район. Холодно. Хорошо. Надо будет посмотреть, в чем причина такого низкого температурного режима. Я такие поручения сделаю для того, чтобы проверили у Вас все и предприняли все меры для того, чтобы довести температуру до нормальной, которая сегодня существует в большинстве наших домов и квартир. Хорошо. В продолжение темы. Одна из главных проблем современных высокотехнологичных предприятий – это серьезный дефицит кадров. Квалифицированных инженеров, представителей рабочих специальностей категорически не хватает. На Ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы эту проблему решить, причем решить ее в кратчайшие сроки? Первое, что меня радует по сравнению с 2006 годом, когда мы только начинали работу эту, что все-таки руководители и все службы технологические наших предприятий поняли, что нельзя ориентироваться на универсальное оборудование и уповать на то, что у нас рабочей силы очень много и все равно к нам придут и будут работать за копейки. Но дело сделают. Попробовали, почувствовали, ничего это не получается. Никто сегодня не придет на такие рабочие места, где круглое надо таскать, квадратное катать. И сейчас идет очень серьезная модернизация. Каждое предприятие называет сотни миллионов, десятки миллионов рублей, потраченных ежегодно. И, следовательно, у нас сегодня есть необходимость не просто в кадрах у рабочих инженеров, а в кадрах современных. И меня радует, например, что на группе ГАЗ сегодня идет программа «Новое поколение рабочих», которые должны иметь 2-3 современных смежных специальности и иметь широкий кругозор и высокий уровень образования. Мы сейчас имеем 9 ресурсных центров, которые создали с участием федерального бюджета, областного бюджета и средств работодателей. Эти ресурсные центры работают на отрасли. Вот за прошлый год, 2012, мы подготовили 3 тысячи специалистов на этих ресурсных центрах. И уровень их квалификации такой, что работодатели на выпуске стояли в очереди. В очередь. Кто возьмет этих людей. Почему в очередь? Потому что мы оцениваем и провели недавно заседание Совета по кадровой политике, у нас есть такой в области совет, что нам нужно в год 10-11 тысяч таких специалистов. А ты как раз хотел спросить, потребность какова? Да. Вот задача перед нами сейчас стоит, и мы изучаем опыт в том числе и Калужской области по созданию такого образовательного центра, работа которого координирует все начальное, среднее профессиональное образование и высшее профессиональное образование. Меня радует, что на наших заводах, вот где я в частности побывал, имеется тесная связь как со школами, так и с профессиональными учебными заведениями, особенно с вузами. На многих заводах работают кафедры, где преподают и профессора, и преподаватели вузов, и практические работники. Практика проходит на предприятиях, курсовые работы делаются на предприятиях в условиях реального производства, и дипломы делаются и защищаются в условиях реального производства. Прикладные вещи все. Каждый сегодня понял, руководитель, что нужно кадры готовить себе, и чтобы они с первого дня работы на предприятии были адаптированы для производства, для конкретного предприятия, и начинали бы отдачу давать сразу, а не то, что там три года побыли бы молодыми специалистами и уволились бы. И самое главное, что ряд коллективов молодеют, средний возраст там где-то 43, и даже меньше есть, и он снижается. Молодежь стала идти на инженерные специальности, и я думаю, что с каждым годом эта тенденция будет все более и более развиваться, потому что растет оплата труда. Вот на всех предприятиях, где я был, средняя оплата труда от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Это выше, чем средняя по области. У нас сегодня 21 тысяча по итогам 2012 года. Хорошие условия труда, современное оборудование, и хорошая оплата – это гарантия, что и рабочие кадры, и инженерные кадры туда пойдут. Хорошо, у нас есть еще один звонок. Вечер добрый, слушаем вас внимательно. С чем вы? Вас успокоит из Божского района, деревня Каритина, Восляев, Евгений. Добрый вечер. Дело в том, что у нас на пришкольном участке не менее 4 лет назад была сделана хотельная коробочка. Но ее за это время так ни разу и не залили. Кто этим должен заниматься, и можете взять это под контроль. Потому что дети ездят в соседнюю деревню, где заливать ежегодно. Ну, наверное, можно взять это под контроль. Вы в своем подростковом возрасте губернатору не звонили? Хотел бы и вас попросить собраться родителей, подзаняться этим вопросом. Ну, что же мы все время будем ходить? Я в свое время, когда был родителем, и каток чистил, и заливал, и мой сын занимался там каждый день. Давайте мы посмотрим, направим-то вам организатора какого-то. Может, какие-то там подготовим необходимые инструменты. Но можно было бы это организовать и сами. Абсолютно согласен. Давайте все-таки еще по кадровой теме. Кадровые проблемы существуют в том числе и в социальной сфере. Вот особенно не просто до последнего времени было с привлечением молодых специалистов на село. Но после принятия и реализации известной программы острота этой проблемы снята. Планируется ли поддержка молодых специалистов-бюджетников в крупных городах, поскольку здесь тоже, ну, в общем, не все настолько благополучно, как хотелось бы? Вообще, изначально, конечно, ситуация была такой, что руководство города Нижний Новгород и Дзержинска, они твердо сказали, что они в этой программе участвовать не будут. Нам не надо. Потому что, ну, соблазны города таковы, что никто от нас не уедет, все к нам придут, и никому не надо вот создавать таких тепличных условий. Ну, вот прошло немногим более пяти лет, и новое руководство пришло и говорит, у нас дефицит по учителям такой, дефицит по врачам такой, по тренерам вообще безлюдья. И по работникам культуры просто даже нельзя вспомнить, когда последний молодой специалист туда пришел. Поэтому в этом году мы дали квоты и в город Дзержинск, и 17, по-моему, если не изменяет память, льгот в Дзержинск, и 38 таких, ну, как бы, льготных квот для города Нижний Новгород. Посмотрим, как пойдет эта программа, как она будет развиваться. Ну, единственное отличие, что мы ни в Дзержинске, ни в Нижнем Новгороде не будем покупать машины. Потому что смысл машины, когда из села приезжают для того, чтобы приобщиться к культурной и такой общественной жизни в больших городах. Потому что учились, как правило, все в больших городах, за 5-6 лет привыкли к этой жизни. Нам потом надо быть просто современным. Творческая интеллигенция на селе должна быть в курсе всех событий, должна быть примером для всего передового, всего нового. Трудно спорить. Давайте еще пообщаемся с телезрителями. Какие у нас еще проблемы? Да. Это вас беспокоит Данила Марина Николаевна, проживающая в Московском районе по улице Мирошникова, дома 1А, квартира 7. У нас такая проблема. У нас перед окном в полутора метра стоит огромный тополь, 70 лет ему. Он раздвоен на два ствола. Один падает на дом, другой на проходную часть. И пять линий проводов проходят. Он при любом дуновении ветра искрят провода и падают огромные ветки, которые могут убить людей. Мы обращались в 2008 году в администрацию Московского района. В 10-м обращались к Андрашову на телевидении. Имеются ответы официальные, но никто ничего не делает. Спасибо. Помогите. Марина Николаевна, хорошо, когда вы так рассказываете. Ответы имеются, но никто ничего не сделает. Меня это все время настораживает. Я обязательно посмотрю вот эту вашу переписку, поручу нашим контрольным службам, попрошу муниципалитет. Ну уж, такое простое дело, как спилить тополь, если мы не можем сделать, тогда зачем браться вообще за какую-то работу. Вообще странно довольно-таки. Я уже несколько лет всем главам говорю о том, что с тополями пора заканчивать. У нас 53% области покрыто лесом. Причем лес какой, и ель, и сосна, и береза, и осина, и липа. И вот мы вот эти вот тополиные дела прямо в деревнях реализуем, где рядом лес. Ну, кроме безобразия, вот то, о чем вы говорите, любое дуновение ветерка, сразу падение, порывы проводов, газовых трубопроводов. Я уж не говорю о пухе и сопутствующих всех других делах. Конечно, постараемся вам эту проблему решить. Насчет ответа получен, а ничего не сделано. Я вспоминаю любимую поговорку одного из чиновников прежней городской администрации. Он любил говорить, ваш вопрос решен, вам отказано. На днях в селе Старая Рудка, что в Шаранском районе, начал свою работу очередной так называемый Учительский дом. Программа с аналогичным названием Учительский дом, она реализуется в области с 2011 года. И вроде как начиналась в качестве эксперимента. Так вот можно сейчас сказать, эксперимент удался и будет ли продолжение? Ну, это очевидно совершенно, потому что Учительский дом, он предполагает организацию обучения детей в начальной школе на территории дома, который либо построен специально для этих целей, либо выделен как помещение, где в одной части жилье для самой учительницы или учителя. И в другой части имеется место для того, чтобы провести учебный процесс. Сначала это было экспериментально, действительно, организация и строительство в Богородском районе, в Краснооктябрьском районе. Мы построили таких два специальных помещения. Это численность учащихся приблизительно около 10 человек. Как правило, это в небольших селениях, где больше детей никогда не будет и строить там полномасштабную школу просто не имеет никакого смысла. В начальной школе почему это хорошо работает? Потому что там всегда был один учитель. У меня была учительница Екатерина Платонна Кондрашина. С первого по четвертый класс она меня учила. И вот все дети проходят серьезную, углубленную учебную подготовку непосредственно к пешеходной доступности. Вот то, что вы упомянули, это третий учительский дом в Шаранге. И до конца года мы еще один такой учительский дом построим в Иксе. То есть программа начинает набирать обороты. И мы уже имеем географию сейчас таких небольших населенных пунктов, где перспектива по динамике до 10 детей именно такого возраста, которым требуется начальная школа. То есть просчитывается, где вот это можно сделать? Ну а тогда, когда они уже перейдут в пятый класс, тогда заработает уже система транспортировки на школьных автобусах в базовую школу, где есть уже все условия для того, чтобы получить нормальное и среднее образование. Да и родители уже пятиклашку, в общем, с меньшим беспокойством будут отправлять в этот путь, нежели чем клопыша этого, который в первый класс пошел. Поэтому программа очевидная, важная, она является составляющей, частью нашей модернизации школьного образования. Почему? Потому что малокомплектные, неэффективные школы, они и затрат требуют больше. Здесь один человек, он же и директор, он же и зауч, он же и учитель. Зарплата ему сразу устанавливается гораздо выше, нежели чем у учителя в средних школах. Поэтому здесь со всех сторон для самого человека он получает жилье, получает хорошую зарплату и хорошую работу. Он работает с одними и теми же детьми, выпускает их, потом дает им путевку в дальнейшее образование. Хорошо. Вот еще какой вопрос. В конце прошлого года вы в своем блоге предложили нижегородцам высказаться на тему, под каким знаком мог бы пройти в Нижегородской области 2013 год. Я так понимаю, что решение принято и 2013 в Нижегородской области объявлен годом национального культурного наследия. Вот почему именно этот вариант и что он собственно подразумевает? Да, действительно блогосфера и экспертный совет, который создан был специально для того, чтобы определить это название, большинством голосов проголосовали за название именно это год национального культурного наследия. Это связано прежде всего со спецификой нашей области, прежде всего города Нижний Новгород, потому что у нас очень много памятников истории, культуры, архитектуры, их больше трех с половиной тысяч. Очень много памятных мест и особенно в Нижнем Новгороде около 600 таких памятных мест. Не случайно наш город внесен в ЮНЕСКО в число 100 городов, в которых культурные наследия представляют уже мировое значение, мировой приоритет. Поэтому задача-то наша какая? Конечно, работу по сохранению культурного наследия и по развитию мы будем продолжать каждый год и эту работу только надо наращивать. Но нужен какой-то старт. И вот в этот 2013 год наибольшее внимание будет приковано именно к этому. А вот как дать вот этот старт? А на что обратить внимание? Не только с точки зрения сохранения, но и с точки зрения развития. А мы-то что оставим? А от нас-то какое наследие останется будущему поколению? Мы должны это все осознать, пропустить через себя, через свою малую родину, чтобы понять, ну, а так ли мы все делаем. И, конечно, это будет только старт. На самом деле, даже если следующий год там у нас предстоит в 2014 300-летие Нижегородской области, в 2015 500-летие Нижегородского Кремля, все это вот этими дальнейшими датами будет закрепляться просто. И когда это войдет в нашу повседневную жизнь, не будет уже стремления обвинить друг друга в том, что кто-то вот, ну, уж так радеет за наши культурные и национальные наследия, а вот кто-то абсолютно ничего не делает. Как правило, бывает все наоборот. Тот, кто делает, он всегда отвечает перед тем, кто ничего не делает. Есть такое. Давайте попробуем последний вопрос от телезрителей и последний вопрос от меня. Вечер добрый. Павлинович. Да, добрый вечер. Меня зовут Юлия Николаевна. Я обращаюсь к вам от лица жителей дома по улице Бекетова, 53А и близлежащих домов. Изначально во дворе дома стояла электроопора с фонарем. Со временем опора пришла в негодность, ее заменили. Но фонарь не повесили. Двор оказался в кромешной тьме. С этим вопросом мы неоднократно обращались и в домоуправляющую компанию, и в организацию промсвет, и в жилищную инспекцию. Но вопрос остался нерешенным. Очень просим вас посодействовать, тем более сейчас зимой такой короткий световой день. Короткий зальем, фонарь повесен. Илья Николаевна, постараюсь здесь встряхнуть всех тех, кто уже давно должен был этот фонарь повесить. Как-то, видимо, забыли, исключили это из своих планов, посчитали, что уже давно сделано. Напомним, обязательно постараюсь, чтобы вам помочь. Ну, и как и обещал мой последний вопрос, приближается большой православный праздник, крещение Господне. Завтра в ночь тысяча нижегородцев спустятся в проруби, в купели. Некоторые с пониманием смысла обряда, большинство, как мне кажется, за компанию. Лично вы сами как крещенскую ночь проведете? Ну, мы сейчас все это организовываем, естественно. Порядка 60 мест по области так для купания готовятся, организованы. Обычай древний уже, известный, но, наверное, каждый уже для себя, кто находится в таком уже зрелом возрасте, давно определил, он это делает или не делает, потому что к такому стрессу организма вообще надо себя серьезно готовить. Это не просто так вот. Вот, когда не купался, вдруг раз пришел из-за компании и скупался. Больше вреда нанесешь, чем пользы. Особенно я хотел бы рекомендовать не пытаться после этого купания согревать себя алкогольными напитками. Лучше это сделать горячим чаем. Это и быстрее будет, и эффективнее, и гораздо полезнее. И, конечно, надо будет соблюдать все меры безопасности. Мы здесь предупредили наших медиков, потому что всякое может случиться с людьми, чтобы можно было оказать экстренную помощь. сам этот день, он очень такой комфортный, ответственный. Все считают, что после этой процедуры, ну, абсолютно все проблемы исчезнут, и все станет хорошо. Самое главное в это поверить. И тот, кто в это поверит, тот будет работать и над собой, и работать вообще по жизни, и определенно добьется своих результатов. Спасибо за участие в программе. Встречаемся через неделю здесь. До свидания. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok